Следующее изменение. Произвести увеличение за счет безвозменных поступлений в размере 118,5 млн. рублей. Из них это дотации бюджетом на специальную крайнюю плату 60,3 млн. рублей, средства на реализацию мероприятий по благоустройству территории 30 млн. В части благоустройства по улице Ленина от остановочного павильона до улицы Бойкова и Карла Маркса от дома 18 до дома 36. Также предоставление жилых помещений детям-сиротам 9,9 млн. рублей. Общая сумма составит по итогу на текущий год 30,5 млн. Также софинансирование обеспечения бесплатным питанием обучающихся СОГОЗ 6,8 млн. рублей. Обеспечение деятельности советника-директоров 3,4 млн. рублей. Финансирование расходов на увеличение охвата детей поток образованию 3 млн. рублей. Оснащение материально-технической базой и оборудованием проекта точки роста в филиале 3-й школы 3 млн. рублей. Дополнительно 1 млн. рублей на осуществление госполномочий в части переданных полномочий. Это у нас опека и попечительство, комиссия по делам несовершеннолетних, патронаж. Тут есть их у нас 6 полномочий в части специальной крайней законопредоставления. А также софинансирование организации обеспечения обучающихся по образовательным программам по питанию. Дополнительная корректировка на 16 млн. рублей. И корректировка по специальной крайней выплаты, выполнение отдельных полномочий в организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. При этом доходной части необходимо будет провести и уменьшение безвозмездных поступлений в размере 20,4 млн. рублей за счет уточнений показателей. Здесь у нас средства дополнительные, которые у нас поступают, они прошли корректировку с одной программой на другую. В целом доходная часть бюджета у нас увеличится на 98 млн. 387 млн. рублей и составит 1 млрд. 825 млн. 628 млн. рублей. Расходную часть предлагаем увеличить за счет безвозмездных поступлений на 98 млн. в соответствии с доходной частью. Кроме того, предлагаем увеличить расходную часть за счет остатков на 1 января 2024 года в размере 6 млн. 735 млн. рублей за счет увеличения доходной части бюджета. Также дополнительно на 287 млн. Из них по администрации на выплаты по решению суда выкупной цены это арбузово 8,6 строение 1. Хочу отметить, что в прошлом году, 29 числа, часть выплат у нас по живым помещениям. Мы задавали вопрос по живым и живым. У нас три квартиры по трём адресам выплаты прошли, остальных, к сожалению, деньги были в последние дни, не успели пройти. Мы сейчас хотим завершить в январе уже эту историю с выплатами по гражданам. И также сумма у нас идёт по ОГХ, оплата по строительству общественного туалета 4,2 млн., которые тоже у нас не успели быть профинансированы до конца года. Всего расходная часть у нас увеличивается на 105 млн. рублей, составит 1,832,364,000. Объём дефицита бюджета при этом составит 6,735,000 в размере остатков на 1 января текущего года.